В столице состоялось 52-е пленарное заседание Сената Али Мачлиса. В повестку дня вошли законы, касающиеся совершенствования оценочной деятельности, работы Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей, усиление ответственности за нарушение законодательства в сфере предоставления в аренду государственного имущества, а также предусматривающие предотвращение коррупции в сфере спорта. За дискуссиями наблюдала и наша съемочная группа. В повестку 52-го пленарного заседания Сената Али Мачлиса вошло 18 вопросов, из них 13 законов. В их числе закон о внесении изменения в статью 227 Налогового кодекса Республики Узбекистан. Изменения предусматривают уменьшение размеров финансовых санкций за совершение фискальных правонарушений. Сенаторы приняли и закон о внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в целях предотвращения коррупции в сфере спорта. Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан, устанавливающий ответственность за незаконное получение участниками и организаторами спортивных соревнований материальных ценностей или имущественной выгоды, а также за подкуп участников и организаторов спортивных соревнований. Принят еще один закон о внесении дополнения в статью 220 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием законодательства об оружии. Только в прошлом году добровольно были сданы лицами более тысячи пневматических оружий, но несмотря на это, согласно закону, из них на 853 человека были привлечены к административной ответственности, и согласно действующему кодексу, им были приняты штрафы судебными органами от 15 до 30-кратного размера минимального оклада. Вот именно в связи с принятием этого закона сейчас лица, добровольно сдавшие пневматическое оружие, освобождаются от административной ответственности. В Уголовном кодексе Республики Узбекистан есть такая статья, где лица более опасного оружия, это огнестрельное оружие, если сдает добровольно, то они освобождаются от уголовной ответственности. В связи с этим эта практика была сегодня применена в отношении административных действий. Утвержден и закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, которые предусматривают защиту интересов и здоровья паломников. Здесь вводятся нормы, которые предусматривают безопасность людей, создание всех условий для граждан, которые будут посещать мероприятия Умра, священные места, куда осуществляют они свое паломничество. И надо отметить, что этим законом, конечно же, будет впредь предусматриваться не только условия проживания, поездки, соблюдение всех норм безопасности людей, а также их медицинское осведомление. И этим самым законом повышается ответственность тех лиц, которые занимаются организацией и турфирмы здесь, и фирмы, которые осуществляют паломничество. Был заслушан и отчет Центрального банка о деятельности в 2023 году. Также информация директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека о состоянии соблюдения в стране международных обязательств в этой сфере. На этом 52-е пленарное заседание Синатолия Мажлиса завершило свою работу. Продолжение следует... Продолжение следует...